Беседа 25.1 Коринфянам 10.25-10.43 Сказав, что невозможно пить чашу Господню и вместе чашу бесовскую, внушив совершенное воздержание от тех бесовских трапез, примером иудеев, соображениями человеческими, указанием на страшные тайны и на то, что совершается в капищах, и возбудив в Коринфянам великий страх, дали, чтобы этим страхом не ввести их в другую крайность, чтобы они по чрезмерной осторожности не стали опасаться подобного сквернения каким-либо образом, без их ведома, например, на торжеще или как-нибудь иначе, апостол избавляет их от такого опасения и говорит, «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести». Если, говорит, будешь есть, не зная и не слыша, что это изложертвенно, то не подлежишь наказанию, так как это дело не ведение, а не невоздержание. И не только от такого опасения избавляет их, но и от другого, предоставляя им великую независимость и свободу. Не дозволяет им даже сомневаться, то есть исследовать и разведывать, изложертвенно ли это или нет, а заповедовать просто есть все, находящееся на торжеще, не расспрашивая, что такое предлагаемое. Следовательно, и тот, кто ест изложертвенное по неведению, остается невиновным. И доложертвенное дурно не по природе своей, но производит осквернение по расположению вкушающего. Потому он и говорит, ибо Господня земля, и что наполняет ее, а не демонов. Если же его земля и плоды, и все бессловесные животные, то нет ничего нечистого. Нечистым же делается что-либо вследствие расположения и прислушания человека. Потому он не только дал позволение, но и присовокупил. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Заметь опять нисхождение его. Он не повелевает и не предписывает ходить, но и не возбраняет. Идущих же избавляет от всякого подозрения. Для чего? Чтобы лишняя осторожность не показалась делом страха и опасения. Потому что кто разведывает, тот делает это по страху. А кто воздерживается после того, как узнал дело, тот воздерживается по нерасположению, презрению и отвращению. Поэтому Павел, желая устроить то и другое, говорит, «Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести». Он повелевает воздерживаться от жертв идольских, не как от имеющих силу, но как от достойных отвращения. Избегайте идоложертвенного, говорит, не потому, чтобы оно могло причинить вред. Оно не имеет никакой силы. Впрочем, на том основании, что оно не имеет никакой силы, не вкушайте его безразлично, так как это трапеза врагов и нечистых, потому и присовокупляет. «Ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее?» Видишь ли, как он и дозволяя есть, и заповедуя воздерживаться, приводит одно и то же доказательство. «Не потому, — говорит, — я возбраняю, будто это чуждая вещь, ибо Господня земля, но как, — сказано, — ради совести, то есть чтобы не сделать вреда, следовательно, надо бы разведывать». «Нет, — говорит, — я разумею не твою совесть, а другого, ведь я предварительно уже сказал, совесть же разумею не свою, а другого, ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Но, может быть, кто-нибудь скажет, ты справедливо щадишь братьев и не дозволяешь нам есть идоложертвенное для них, чтобы совесть их, будучи немощная, не повлекла их к идоложертвенному есть. А для чего ты заботишься об язычнике, не ты ли сказал, что мне судить и внешних? Для чего же заботишься о них? Не о них, — говорит, — я заботюсь, но и здесь, о тебе же, потому и присовокупляет. Для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Свободой он называет не быть обязанным соблюдать и не подвергаться запрещению. В том и состоит свобода чуждо иудейского рабства. А смысл слов его следующий. Бог создал меня свободным и поставил выше всякого вреда. Но язычник не умеет не судить о моем любомудрии, не понимать щедродательности моего владыки, а станет осуждать меня и скажет сам себе, учение христиан — басня. Они удаляются идолов, избегают демонов, а от приносимого им не отказываются. Великое ж чревоугодие. Какой же, скажешь, для нас вред от того, что он будет судить так несправедливо? Но не гораздо ли лучше вовсе не подавать ему повода к осуждению? И если ты будешь воздерживаться, то он не скажет и этого. Как говоришь, не скажет? Видишь, что я не разведывая пользуясь всем и на торжеще, и на перу? Как он не скажет, не судит меня, что я употребляю все безразлично? Точно? Нет. Потому что ты пользуешься этим не как идоложертвенным, но как чистым, не разведывая, ты показываешь, что не боишься предлагаемого. Потому войдешь ли ты в дом язычника или придешь на торжеще, я не дозволяю тебя разведывать, чтобы тебе не быть беспокойным и трусливым, и не навлекать на себя излишних забот. И если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Что же, скажи мне, ты принимаешь с благодарностью? Божьи дары. Благодать его такова, что она делает душу мою чистой и поставляет ее выше всякой нечистоты. Как солнце, касаясь лучами своими всяких нечистот, вновь делает их чистыми, так или еще более и мы, обращаясь среди мира, можем оставаться чистыми, если захотим. И тем более, чем большую, имеем силу. 245. Для чего же, скажешь, воздерживаться? Не для того, что иначе можно сделаться нечистым, но для брата, чтобы не иметь общения с демонами и чтобы не подвергнуться осуждению от неверного. Здесь не свойство ясту, но прислушание и общение с демонами делает меня нечистым, и от произволения зависит осквернение. А что же означают эти слова? Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего же порицать меня за то, за что я благодарю? Я, говорит, благодарю Бога, что Он настолько возвеличил меня и поставил выше иудейского унижения, что ничто не может вредить мне, а язычники, не зная моего любомудрия, будут подозревать противно и скажут. Христиане желают нашего, они лицемеры, хулят демонов и отвращаются от них, а к трапезам их стекаются. Что может быть неразумнее этого? Значит, они не для истины, но из честолюбия и властолюбия приняли это учение. Потому не безумно ли давать повод к хуле за те самые благодеяния, за которые приносится благодарность? Но, скажешь, язычник будет говорить это и тогда, когда увидишь, что я не разведываю. Нет. Потому что не все наполнено идоложертвенным, чтобы иметь такое подозрение. Притом, ты вкушаешь это не как идоложертвенное. И так, не разведывай напрасно. А с другой стороны, не принимай участия, когда тебе скажешь это идоложертвенное. Христос, не для того, чтобы подавать повод худой молве о тебе, и не для того, чтобы теми самыми преимуществами, за которые ты благодаришь, столько оскорблять других, что они могут хулить. А почему, скажешь мне, не сказать язычнику, что я вкушаю и терплю от того никакого вреда, и что я делаю это не из привязанности к демонам, потому что ты не убедишь его, хотя бы тысячу раз говорил это, так как он человек немощный и враг тебе. Если ты еще не убедил брата, то тем более не убедишь врага и язычника. Если этот связан с совестью в отношении к идоложертвенному, то тем более неверный. Для чего же нам и прибегать к таким средствам? Но неужели нам отступить от Христа, которого мы познали и благодарим, потому только, что враги хулят нас? Да не будет. Есть различия между тем и другим. Там бывает великое приобретение от перенесения хулы, а здесь нет никакой пользы. Потому апостол и сказал выше, идием ли ничего не приобретаем, ни идием ли ничего не теряем. Притом он доказал, что надо бы наудаляться и воздерживаться от идоложертвенного и по другим соображениям, а не по этой только, но и по другим причинам, о которых он и сказал выше. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Видите, как он от частого предмета, частного, перешел в поучение к общему и преподал нам превосходное правило прославлять Бога во всем. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией. То есть не подавайте никому никакого повода к соблазну. Иначе и брат соблазнится, и иудей еще более возненавидит и осудит тебя. И язычник будет смеяться над тобою, как над чревоугодником и лицемером. Не должно соблазнять не только братьев, но, если возможно, и внешних. Если мы свет, закваска, светило и соль, то мы должны просвещать, а не помрачать, скреплять, а не ослаблять, привлекать к себе неверных, а не отгонять от себя. Для чего же ты отгоняешь тех, которых должен привлекать? Подлинно язычники соблазняются, когда видят, что мы возвращаемся к этим вещам, потому что они не знают нашего образа мыслей и того, что наша душа стала выше всякого чувственного сквернения. Иудеи, и немощнейшие из братьев испытают то же самое. Видишь ли, сколько он привел причин, по которым должно воздерживаться от жертвы идольских. Именно, потому что невоздержание бесполезно, излишне, вредит брату, возбуждает хулу со стороны иудея, поношение со стороны язычника, что они должны иметь общение с демонами, что такое поведение есть некоторым образом идолослужение. Потом, когда сказал, что были беспреткновенны, возложил на них ответственность за соблазн иудеев и язычников и выразил нечто тяжкое. Смотри, как он делает это удобоприемлемым и легким. Поставляет посредникам самого себя и говорит, так как и я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись. Будьте подражателями мне, как я Христу. 247. Итак, полезного для общества вот правила совершеннейшего христианина. Вот точное его назначение вот верх совершенства это выражает апостол словами «как и я Христу». Ничем ты не можешь столько подражать Христу, как по печеньям о ближних. Постишься ли ты, спишь ли на земле, изнуряешь ли себя, но если ты не печешься о ближнем, то не делаешь ничего важного и при всем том еще далеко отстоишь от образца. Воздержание от жертв идольских само по себе есть дело полезное. А я, говорит апостол, делал много и неполезно, например, обрезал, приносил жертвы. Такие действия, если рассматривать их самих по себе, могут даже погубить совершающих и лишить спасения. Но я подвергал себя и этому для проистекающей от того пользы. Здесь нет ничего подобного. В тех действиях, если не будет пользы для других, то может быть вред. А здесь хотя бы никто не соблазнялся и в таком случае следует воздерживать от запрещенного. Я подвергал себя не только вредному, но и трудному. От иных церквей я принимал, говорит. Когда можно было есть и не трудиться, я не искал этого, но решился лучше сам погибнуть с голоду, нежели соблазнить другого. Потому он говорит, я во всем угождаю всем. Нужно ли сделать что-нибудь незаконное или трудное и опасное? Всему я подвергаюсь для пользы других. Так Павел, будучи выше всех по совершенству, становился ниже всех по снисхождению. Подлинно никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим. Это видно из примера того, который принес талант целым и был наказан за то, что не умножил его. Так и ты, брат. Будешь ли оставаться без пищи, спать на земле, есть пепел и постоянно плакать, но если не оказываешь никакой пользы другим, то не делаешь ничего важного? Это особенно имели в виду все великие в древности и доблестные мужи. Исследуй тщательно жизнь их, и ты ясно увидишь, что каждый из них имел целью пользу не свою, ближней. Кем они особенно и прославились? Так Моисей совершил многие великие чудеса и знамения, но ничто столько не возвеличило его, как блаженные слова, сказанные им Богу. И если не оставишь им греха, то изглати меня. Таков был и Давид. Я пастырь, согрешил, говорит он. Я сделал зло, а эти овцы в чем повинны они? Да будет рука твоя на мне и на доме отца моего. Также Авраам искал пользу не своей, но многих, потому подвергал себя опасности и просил Бога за людей, не имевших к нему никакого отношения. Так они прославились, а искавшие своей пользы, смотри, как причинили вред. Так племянник Авраама выслушал слова его, если ты направо, то я налево и сделав выбор, имея в виду свою пользу, не нашел ее, напротив, страна его сгорела, а страна Авраама осталась невредимой. И он, когда искал пользы не других, а своей, то едва не погиб. Город стоял, а он подвергался опасностям, был обуреваем волнами и утопал. Когда же стал искать пользы других, тогда нашел свою. И Яков, не искавший собственной пользы, отстат, получил великое богатство. Также Иосиф, желая принести пользу братьям, нашел и свою. Когда отец посылал его к братьям, то он не сказал, как, разве ты не знаешь, что за везение и сны они готовы растерзать меня, что за толкование снов обвиняют меня, что за любовь твою ко мне намереваются наказать меня, но предпочел всему служение братьям, потому и получил впоследствии все те блага, которые сделали его весьма славным и знаменитым. Так и Моисей, ничто не препятствует опомянуть о нем в другой раз, чтобы видеть, как он не думал о своей пользе и искал пользы других, проводя жизнь в царских чертогах. И почел для себя большим богатством, бросил все египетские сокровища и большим поношения. И бросив все, решился разделять бедствия с евреями. Но не только сам не подвергся рабству, а напротив освободил их от рабства. Все эти деяния велики и достойны ангелов. 249. Но деяние Павла имеет великое преимущество. Все другие, оставляя собственное благосостояние, принимали участие в бедствиях ближних, а Павел сделал гораздо больше. Он не только участвовал в бедствиях других, а предпочитал сам терпеть крайние бедствия, чтобы другие наслаждались благосостоянием. Не одно и то же отвергнуть свое благосостояние и предать себе вместе с другими, или подвергать страданиям одного себя, а другим доставлять спокойствие и почести. Там хотя и тяжело переменить благополучие на страдания для ближнего, однако есть некоторое утешение в том, что находятся сообщники страданий, а подвергать одного себя скорбям, чтобы другие наслаждались радостями, это дело благороднейшей души и павловой ревности. Не одним этим, но и другим большим преимуществом он превосходнее всех, о которых мы сказали выше. Авраам и все другие подвергали себя бедствием настоящей жизни, и все вообще желали себе смерти, а Павел желал лишиться даже будущей славы для спасения других. Могу указать и третье преимущество, какое же, то, что хотя некоторые из упомянутых мужей оказывали попечение о людях, враждовавших против них, но таких, которые находились под их руководством, они делали то же, что делал бы отец пекущийся о дурном и преступном сыне, однако Павел желал подвергнуть анафеме за тех, которые не были вверены его попечению, так как он был послан кизычником. Видишь ли величие его души и превосходство его ревности, превышающие самое небо? Подражай ему, а если не можешь ему, то хотя мужам, прославившимся в ветхом завете, полезные для себя ты найдешь тогда, когда будешь искать пользы ближнего, если не имеешь ревности заботиться о брате, то помни, что иначе ты спастись не можешь и позаботься о нем и о делах его, по крайней мере, для себя. Сказанного достаточно для убеждения, что мы не можем иначе достигнуть полезного для нас, но если хочешь, можешь убедиться в этом и из обыкновенных примеров. Когда случится загореться какому-нибудь дому, то те, которые живут близко к нему и заботятся только о себе, не станут предотвращать опасность, а запрутся в своих домах из-за опасения, чтобы кто не вошел и не похитил чего-нибудь у них, какое получит наказание? Огонь, дошедший до них, сожжет все их имущество. Не заботясь о пользе ближнего, они потеряют и свою. Бог, желая соединить всех друг с другом, поставил все в такой необходимой связи, что с пользой одного соединяется польза другого. На том стоит весь мир. Если на корабле во время бури кормщи пренебрегшую пользу других будет искать только своей, то скоро потопит и себя, и их. Если бы каждое ремесло стремилось только к своей пользе, то и жизнь была бы невозможна. И невозможно то самое ремесло, которое стремилось бы к этому. Поэтому земледелие сеет жито не столько, сколько нужно для него самого, иначе он давно погубил бы и себя и других, но он печет себя других. Воин ополчается на опасности не для того, чтобы спасти только самого себя, но чтобы доставить безопасность городам. Купец привозит не столько, сколько нужен для него самого, а сколько и для многих других. Но каждый скажет, кто-нибудь делает это, имея в виду не мою пользу, а свою. Трудится для приобретения себе и денег, и славы, и безопасности, так что, доставляя пользу мне, он ищет своей. Тоже говорю и я. Это давно внушившись, но и направлял все мое слово, чтобы показать, что ближний тогда достигает своей пользы, когда заботится о твоей. Если бы люди не были поставлены в такую необходимость, то они не захотели бы искать пользы ближнего. Потому Бог и соединил все таким образом и не попустил достигать своей пользы иначе, как путем пользы других. Людям свойственно идти таким путем в пользу ближнего. Но заимствовать побуждение к тому должно не отсюда, а из того убеждения, что так угодно Богу. Невозможно спастись иначе, если ты упражняешься даже в высшем любомудрии, но не заботишься о других погибающих, то не будешь иметь никакого дерзновения пред Богом. Откуда это видно? Из слов блаженного Павла, если, говорит он, раздам имение мое и предам тело мое на сожжение, а любви не имею, то нет мне в том никакой пользы. Видишь ли, чего Павел требует от нас? Хотя раздающий свое имение по-видимому ищет пользы не своей а ближнего, но этого одного говорить недостаточно, а надо это делать с искренностью, великим состраданием. Для того Бог и дал нам такую заповедь, чтобы соединить нас с союзом любви. Если же он требует от нас любви в такой мере, а мы не оказываем ее и в меньшей, то удостоимся ли мы прощения? Как же, возразит кто-нибудь, Бог чезангелов сказал Лоту, спасай, спасай душу твою? Но скажи мне, когда это было и почему? Когда укражало наказание? Когда уже не время было исправляться, когда нечестивые были осуждены и страдали неизлечимой болезнью, когда старцы и юноши предались одним и тем же похотям и должны были сгореть в тот день, когда молнии готовы были поразить их? Притом это сказано не о пороке и добродетели, но наказанию неспоснованному от Бога. Что же тогда, скажи мне, должно было делать? Сесть, принять наказание и сгореть без всякой пользы? Но это было бы крайним безумием. Не то, я говорю, чтобы должно было мучиться без причины и напрасно вопреки воле Божией. Но когда человек проводит порочную жизнь, то заповедую тебе, приди к нему и исправь его, если хочешь, для блага ближнего. Если же нет, то по крайней мере для своей пользы первая лучше последнего. Но если ты еще не достиг такой высоты, то делай это по крайней мере для последнего. Пусть никто не ищет своей пользы. И тогда найдет ее, зная, что ни нищета, ни мучения, и ничто другое не может спасти нас, если мы не имеем высокой любви. Будем приобретать ее прежде всего, чтобы через нее нам получить и другие благо настоящее будущее, которых досподобимся всем и благодатью человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.